смотровая башня на горе ахун в сочи подняться высоко-высоко чуть ли не к самым облакам туда где ветер раздувает волосы и где горизонт настолько широк что дух захватывает вот такие эмоции вызывает смотровая башня на горе ахун в сочи похожий на замок она выглядит так будто ей не одна сотни лет хотя возвели ее меньше века назад отчасти именно этим средневековым колоритом башни привлекает так много туристов смотровая башня на горе ахун в сочи детище архитектора сергея воробьева сам автор определил стиль получившегося строения так романский с переходом к раннему итальянскому то что надо подумал режиссер владимир денисенко выбирая место съемок для своей картины роман и франческо в ней башни предстает в роли архитектуры итальянского города башни на горе ахун памятник федерального значения летом 2019 года в башню попала молния год она была закрыта для туристов велась реставрация с июня 2020 года снова можно посетить одно из самых известных достопримечательностей сочи в 1935 году когда масштабная реконструкция сочи ма циосинского курорта была в самом разгаре иосиф сталин распорядился построить на вершине горы ахун смотровую башню говорят идея оборудовать обзорный пункт пришла вождю когда он впервые поднялся на гору настолько его впечатлила развернувшиеся перед глазами панорама сказано сделано строители тут же приступили к заданию и работали так усердно что управились за год с небольшим уже через три месяца была готова одиннадцати километровая дорога ведущие к вершине а спустя еще десять месяцев в 1936 году на горе ахун в сочи возвышалась смотровая башня первые посетители поднялись на нее в том же 1936 а вот сам сталин башню так и не увидел на первом этаже башни расположены дегустационный зал и музей в первом можно отведать напитки на основе местных трав чай настойки бальзамы во втором расположена экспозиция посвященная природе сочи матце йостинского курорта